Рождество Христово и Крещение Господне На самом деле для церковных людей эти Дни Святые проникнуты воспоминанием о Рождестве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа И мы день ото дня стараемся приобщиться к этому празднику Стараемся проникнуться реальностью тех замечательных и спасительных дней, которые были 2000 лет назад Как можно это сделать? Это можно сделать только через молитву Поэтому молитва Словеноса особенно торжественная в храме Это совершенно определенные отрезки Священного Писания прочитывают Чтобы человек мог понять то, какая ситуация была в мире до пришествия Христа И что собственно Господь нам принес Поэтому мы стараемся проникнуться вот этими днями через молитву, через воспоминания о событиях, которые были 2000 лет назад Вот так христианин должен проводить эти дни Мы постились, мы готовились к празднику Рождества Сейчас время такого определенного послабления для христиан У нас отменяется пост в среду и пятницу И если мы постом сдерживали себя в общении с другими людьми То есть мы как бы отсекали от своей жизни все то, что мешает нашему общению с Богом То теперь мы можем вернуться, ну так скажем, к полноценному человеку общению в том числе И естественно в эти дни мы посещаем своих родственников Мы с ними общаемся, могут быть какие-то застолья Но независимо от того, идет пост или праздничные дни У нас у всех христиан есть одно замечательное понятие – мера У нас во всем должно быть чувство мера И это самое важное И как известно, вот в нашу жизнь часто вторгаются демонические силы Которые пытаются все, что есть в этой жизни, довести до крайности И поэтому вот и такие вот добрые и радостные встречи с родственниками превращаются Могут превратиться в какие-то увеселения такого крайного типа Когда люди там, да, не воздержаны ни в пище, ни в алкоголе Эти крайности бывают в том, что человек, например, начинает эти дни Каким-то образом ассоциировать с особыми днями для гаданий Вот это совершенно удивительно, каким образом это можно соединить с христианством Моему уму, вот, к сожалению, невозможно постигнуть Вот любое гадание – это ведь попытка узнать свое будущее И вот эти там молодые дамы или немолодые дамы, господа Начинают капать воск в воду, кидать ботинки через заборы И самое удивительное, что они пытаются детерминировать свою жизнь Вот этим летящим через забор сапогом Для меня, например, это вообще непонятно Вот если я христианин, я верю в Бога И я верю Богу, я доверяю Ему свою собственную жизнь И историю своей жизни я вместе с Ним составляю То есть вот мы, так скажем, в таком сотворчестве находимся Поэтому ни один ботинок, ни одна там какая-то случайно выпавшая карта Или случайно открытая страница не может определить мою дальнейшую жизнь Потому что я целиком и полностью доверяю своему Богу И Он волен изменить даже самые, может быть, какие-то, на первый взгляд Ну, дурные ситуации в моей жизни И привести меня в конечном итоге к благу Вот так вот и должен мыслить христианин Поэтому никаких гаданий быть не может в эти дни В эти дни может быть только добро Добро от встречи со своими родственниками Или если у кого-то есть, ну, возможности То могут быть какие-то, не знаю, там, подарки тем, кто нуждается Ну, помочь другим людям Вот это самое, ну, большое счастье для христианина Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому